Ленинград, жировой культуры, город-памятник, город-музей, воспетанный великими художниками, город-герой, прошедший через все испытания прошлой войны, потерявший в битве за свободу около миллиона своих защитников и горожан. Огонь и металл не щадили ни атеиста, ни верующего, но для всех святым долгом была защита Родины. Брат Иона Алексеев, ветеран войны, сейчас он примерный труженик. Восхищай окружающих своим трудом, где бы ты ни работал и что бы ты ни делал. Евангельские христиане-баптисты первейшей своей гражданской обязанностью считают добросовестный труд. Проповедник Ленинградской церкви Петр Михальчук, старшина запаса Советской армии, отличный мастер по изготовлению спортивных изделий. Это наша церковь. Торжественное собрание, воспоминание смерти Иисуса Христа. Вечеря Господня. Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был Иудой, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Приимите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». «Благослови, Господи, этот хлеб и всех участников в нем. Аминь». «Глебопреломление» совершает тресвитер церкви Град Фадюхин. «Глебопреломление» 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 «И также и чашу после вечери». Взяв чашу, Он призвал благословение Отца Небесного на нее и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». «Господи, мы просим Тебя, благослови чашу с вином. Да будет это все во славу Твоего святого и великого имени. Аминь». «Глебопреломление» «Глебопреломление» Нам всем миром Болью Болью Всесоюзные съезды Иванисенбакова Бабтистов всегда имели и имеют большое значение в жизни и деятельности нашего братства. Мы ревностно трудились, готовя наш очередной всесоюзный съезд. Президиум Совета нашего Союза обсуждал ход подготовки к съезду. Одним из важных вопросов съезда являлся вопрос о единстве Иванисенбакова в СССР. Мы очень озабочены отходом от церкви части верующих, хотя их число и невелико. В своих действиях многие из них отступили от наших иваниско-бабтистских традиций. Эти моменты нашли отражение и в отчетном докладе, который поручили сделать мне. Съезду предшествовала большая работа, многочисленные собрания общин верующих, 63 республиканских, краевых и областных совещания по выборам делегатов съезда. Съезд состоялся в Москве в декабре 1969 года. На этот всесоюзный форум съехалось 800 делегатов и гостей. Среди них много молодежи. Более половины – люди с высшим и средним образованием. Съезд открыл председатель Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов брат Илья Иванов. Все предстанем пред лицо Господне. Великий Господь и Спаситель наш, в этот священный час, когда Ты по Твоей любви и милости даровал нам возможность собраться всем представителям нашего братства из нашей страны, даруй, Господи, Твое благословение, Твою крепость и силу Твою и разумение доброе в рассмотрении всех вопросов, которые Ты позволишь нам иметь сегодня. Благослови, Господь, всех присутствующих. Благослови каждого брата и каждую сестру, прибывших на съезд, и даруй нам сегодня и в дальнейшие дни Твои святые благословения. Хвала Тебе и вечная слава да будет за все Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Хвала Тебе и вечная слава да будет за все Отцу, Сыну и Духу Святого. Отец наш, неверный, услышь нас в этот торжественный и радостный день для всего нашего братства. Будь сегодня в центре всех наших заседаний. Дай Господи прославить Тебя в Сыне Твоем Иисусе Христе. Аминь. Съезд приветствовали пресс-витер Московской Церкви брат Михаил Житков, генеральный секретарь Европейской Баптистской Федерации брат Гулдинг, представитель Союза Баптистов Венгрии брат Лошковский, от Союза Баптистов Польши брат Станкевич, от Объединенной Евангельской Церкви в Польше брат Кракевич, представитель Союза Баптистов ГДР брат Фурман, от Московской Общины Адвентистов, седьмого дня брат Лекаренко. Съезд послал телеграмму председателю Совета Министров СССР Алексею Николаевичу Косыгину, в которой единодушно выразил признательность советскому правительству за дальнейшее развитие принципов свободы совести, осуществляемых в нашей стране. Я выхожу на людские глаза уже много лет и все же перед такой аудиторией волнуюсь. Наш теперешний съезд, съезд 69-го года, является сороковым съездом нашего братства. Наши евангельско-баптистские движения характеризуются за рубежом как движение сугубо пиетистского характера. Пиетизм в смысле глубокого благочестия великое дело, но если он ведет к замыканию нас, верующих, в своих ячейках и к бегству от мира, от всех трудностей и переживаемых, то мы перестаем тогда быть светом для мира и солью для земли, к чему призывает нас сам Христос. За сто лет существования нашего евангельско-баптистского движения мы не найдем такого периода, когда бы наше братство имело такие широкие связи с зарубежными христианскими организациями, какие оно имеет в настоящее время. В них принимают участие представители разных христианских церквей. Мы все должны знать, что есть немало православных и католиков с истинным христианским сердцем. Вот почему мы не должны чуждаться экуменического движения. Ценность современного экуменического движения заключается еще и в том, что христианство склоняется над многочисленными ранами человечества и ищет способов их врачевания. Если христиане отвернутся от слез, которые льются на земле, то какова будет цена всем их проповедям о любви? Хорошо, что экуменическое движение не только проповедует любовь, но и оказывает ее страждущему миру на деле. Прогресс науки и техники в сегодняшнем мире идет семимирными шагами вперед. И это, конечно, радует всех друзей культуры и прогресса. Но ни на одну минуту нельзя забывать, что наряду с быстрым развитием науки и техники, с такой же быстротой идет прогресс военной науки и техники. И вот почему забота о мире для всего человечества должна быть заботой всех христиан мира. Молитвы об успехе проповеди Евангелия в мире и молитвы о мире для всего мира делают молитвы христиан глобальными молитвами, то есть молитвами, объемлющими весь земной шар. Молитвам за всех человеков, да сохранит Господь человечество от возникновения мирового пожара в какой бы то ни было части света. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok